Вы смотрите «Израиль за неделю». Сейчас экономическая новость, которая интересует многих израильтян, а именно повышение минимальной заработной платы. Со мной в студии наш экономический обозреватель Александр Авербух. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. На этой неделе наконец-то случилось то, о чем мы с вами много говорили. Кнесет принял решение о повышении минимальной заработной платы. Кого нужно поздравлять? Поздравлять следует работников государственного и общественного сектора. Решение касается именно их, потому что решение о повышении минимальной зарплаты в частном секторе было принято во время соглашения между профсоюзами и работодателями. Это не в несколько этапов. Давайте скажем нашим зрителям, до 1 апреля этого года минимальная заработная плата будет повышена до 4650 шекелей. Я не вмешаюсь, не до 1, но именно в эту дату, с 1 апреля. С 1 апреля, ага. Так, это получается 350 шекелей. Далее, когда следующий этап? Следующий этап 1 июля 2016 года, еще на 175 шекелей. И последние 175 шекелей получат наемные работники государственного сектора 1 января 2017 года. Но в частном секторе то же самое, там те же даты, то же соглашение, просто государство к ним присоединилось. То есть через 2 года. Получается, 700 шекелей это большое, это маленькое повышение. Насколько это, можно сказать, какое-то революционное изменение с точки зрения повышения минимальной зарплаты в Израиле? Это больше, чем требует закон. Закон требует 47,5% от средней зарплаты. Это больше, чем требует закон. Но много это или мало, это трудно сказать. Во-первых, речь идет о номинальных суммах, не привязанных. Во-вторых, инфляция, скорее всего, не будет высокой. Во-вторых, никто не знает, какая должна быть минимальная зарплата и нужна ли она вообще. Есть экономисты, которые категорически против. Если сейчас меня смотрят какие-нибудь либертарианцы, так называемые, они будут плеваться и говорить, что минимальная зарплата это безобразие. Сколько работодатель готов платить, он должен платить. Если работник стоит мало, значит он должен получать мало. А если работник стоит много, а работодатель ему много не платит, значит работник уйдет к другому работодателю и там получит много. Да, но это чисто декапитализм. Есть же какая-то социальная защита, которая должна быть в любой стране. Во всех западных странах есть минимальный уровень, меньше которого нельзя опускаться. Нет, смотри, Жень, дело не в социальной защите, дело в другом. Впервые минимальная зарплата была введена примерно 120 лет назад в Новой Зеландии, когда туда приехало много европейцев. И вдруг резко упали зарплаты, потому что рабочей силы стало много, причем квалифицированной, а спрос на нее оставался низким. Вот там впервые придумали минимальную зарплату. Не потому, чтобы спасти этих людей, а чтобы спасти экономику. Люди не могли ничего покупать. То же самое было во времена Великой депрессии в Америке. Ввели минимальную почасовую оплату именно для того, чтобы немножко повысить покупательную способность населения, и это сработало. Это было тогда, почти 100 лет назад, а сегодня в той же Америке и в других странах уровень минимальной зарплаты. По сравнению, если мы берем в 2017 году в Израиле она достигнет 1000 евро, 1000 евро минимальная заработная плата, это больше, это меньше других странах. Это похоже на то, что в Америке. В Америке немножко выше почасовая, чем в Израиле, но в принципе это похожие цифры. То есть в Европе тоже? Да. Ну так можно радоваться, что мы наконец, по крайней мере в этом показателе, мы будем равны? Смотрите, во-первых, неизвестно нужно ли радоваться, потому что в Израиле особая ситуация. Если вы повышаете зарплату наемным работникам в государственном секторе, а этого наемного работника защищает профсоюз, его нельзя уволить, то, как вы понимаете, неравновесная ситуация между работодателем и работником получается. Либо дайте право работодателю увольнять работника, и тогда устанавливайте минимальную зарплату, либо отменяйте минимальную зарплату. Ясно. Ну, добавка в любом случае будет к тем, кто работает на минимальную зарплату. Александр Вербух, большое спасибо за ваш комментарий. Спасибо.